Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать, как удалить iCloud с вашего устройства, если вы вдруг забыли пароль, либо вас обманули при покупке бэушного устройства и телефон оказался привязан к чужому Apple ID. Ранее я уже делал похожее видео практически сразу же после выхода Jailbreak'а CheckRain, в котором я рассказывал, как с помощью Jailbreak'а и терминала на Mac либо на Linux можно было обойти блокировку iCloud. Но с тех пор Apple внесла определенные изменения в iOS и теперь так же легко, как и раньше, обойти iCloud уже не получится. И в этом видео я хотел бы на примере iOS 14.1 показать, как удалить iCloud с помощью программы 4MeK. Эта программа доступна как для macOS, так и для Windows. Я буду работать в macOS Big Sur и для начала нужно скачать, конечно же, саму программу, по ссылке в описании. Там же вы найдете и список поддерживаемых устройств, на которых можно удалить iCloud. Но если вкратце, то это iPhone, начиная с iPhone 5s и заканчивая iPhone X. Также стоит учесть, что эта программа платная. Стоимость использования начинается от 3000 рублей. Там есть несколько разных видов лицензий. Есть либо по подписке, вы платите каждый месяц определенную сумму, либо вы покупаете ее один раз навсегда. И, кстати, по моему промокоду, который вы можете найти в описании, либо в закрепленном комментарии, вы получите скидку 30% на лицензию. Устанавливается эта программа легко. После установки подключаем iPhone кабелем к компьютеру. Итак, на первом экране программы будет общая информация о том, что сделает эта программа. Здесь мы просто нажимаем начать. Далее появится предупреждение о том, что мы будем удалять iCloud с вашего устройства. И это делается через Jailbreak. Также здесь сразу будут сказаны все минусы о том, что после обхода iCloud у нас не будут работать звонки, также не будет работать доступ в интернет через мобильный интернет. А также вы не сможете зайти в iCloud, но сможете заходить и скачивать программы из App Store. Ну а также предупреждение о том, что этот инструмент предназначен только для тех пользователей, которые действительно забыли свой пароль. Соглашаемся с этим и нажимаем следующий шаг. Теперь нам нужно подключить телефон через кабель к компьютеру. Рекомендуется использовать кабель Lightning на USB-A. На этом этапе будет определено поддерживать ваше устройство удаление iCloud, либо нет. Далее произойдет скачивание Jailbreak и CheckRain, после чего нажмем начать Jailbreak. Должно открыться приложение CheckRain, через которое мы и будем делать Jailbreak. Ваше устройство должно определиться. Определиться модель iOS, которая на нем установлена. Далее, если у вас iOS 14.1, либо iOS 14.2 и iPhone 8, либо iPhone 10, нужно нажать Options и установить галочку Skip A11BPR Check в самом низу. Если же у вас любое другое устройство, то эту галочку устанавливать не нужно. Также, если программа пишет, что ваше iOS не поддерживается, то можете установить самую первую галочку в настройках, которая позволит установить Jailbreak на непротестированные версии iOS. Нажимаем Start, затем Next. Телефон перезагрузится и перейдет в режим восстановления. На нем должен отобразиться значок iTunes, либо если у вас iOS 13, либо 14, то появится значок компьютера и кабеля. Также на экране CheckRain появится инструкция о том, как перевести теперь телефон в DFU режим. Инструкция будет отличаться в зависимости от модели, выполняйте все в точности, как здесь сказано. Нажимаете Start, потом зажимаете две клавиши, удерживаете их, отпускаете кнопку питания и продолжаете удерживать либо домашнюю кнопку, либо кнопку громкости вниз. После чего телефон перейдет в DFU режим. На телефоне появится логотип CheckRain'а и пойдет процесс Jailbreak'а. Если Jailbreak прошел успешно, то вы увидите сообщение All Done, то есть все отлично и нажимаем Done. Положение CheckRain'а можно закрыть и вернемся в программу 4 MiKey. Здесь нажмем следующий шаг. На экране отобразится модель вашего устройства, версия iOS, E-mail, серийный номер и ваш юдид. Теперь можем нажать начать удаление. На этом этапе нам нужно будет ввести e-mail и регистрационный код. Как я уже говорил ранее, эта программа платная, поэтому здесь вам нужно будет предоставить ваши регистрационные данные. Без регистрации эта программа не позволяет обходить iCloud. Итак, после нажатия начать удаление начнет процесс обхода блокировки и активации iCloud. Процесс длится не больше минуты, поэтому долго ждать не придется. Потом вы увидите сообщение о том, что блокировка и активация iCloud была успешно удалена. Теперь можно взять телефон. Если же у вас телефон был на экране предложения ввести Apple ID и пароль, нужно будет нажать назад. Теперь мы получили доступ к iOS. Здесь можно скачивать программы по своему Apple ID. Для этого нужно зайти именно в App Store и далее войти под своим Apple ID. Ну и, конечно же, не все так гладко. При таком обходе у нас не будет работать сотовая связь. Точнее, сверху будет отображаться оператор и уровень сигнала. Но на самом деле позвонить либо зайти в интернет через мобильную связь у вас не получится. Единственное, что вы сможете, это проверить баланс через звездочка 100 решетка либо там через какую-то другую команду. Также есть и другой минус. Если вы перезагрузите или сбросите девайс, то обход iCloud пропадет и вам понадобится заново делать обход. И здесь как раз пригодится многоразовая лицензия на эту программу. То есть, если у вас была подписка на месяц, а через месяц у вас слетел байпас, то вам придется снова оформлять эту лицензию. Если же у вас лицензия без ограничений, то вы сможете в любой момент подключить телефон к компьютеру, сделать байпас и продолжить пользоваться этим устройством. В остальном телефоном можно пользоваться как планшетом, либо iPad'ом и играть в игры, сидеть в мессенджерах и так далее. В общем, процесс удаления обхода iCloud'а сейчас стал довольно простой. Не нужно разбираться с консолью, вводить какие-то команды, качать разные программы, которые работают через раз. Мне поверьте, я протестировал большое количество программ, различных как на Windows, так и на Mac OS. И стабильностью, к сожалению, похвастаться они не могут. Если же у вас остались какие-то вопросы относительно обхода iCloud'а, пишите смело их в комментарии, оценивайте это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч, пока!